В Кизлярском районе жители прикутанных хозяйств самовольно перекрыли ответвление от Зиньковского канала, ведущего к Аракумскому и Нижнетерскому водоемам. Выяснилось, что местные животноводы вынуждены были это сделать из-за постоянного повышения уровня воды во время паводка, из-за чего затапливались их пастбище и сенокосы. Для того, чтобы разобраться в ситуации, в Кизлярский район выехали работники природоохранной прокуратуры. Продолжение темы сюжет наших корреспондентов. Водоемы без воды – это плохо. Затопление местных пастбищ тоже нехорошая картина. Для природоохранной прокуратуры здесь непочатый край работы. Надо и рыбкам помочь, и людей не обидеть. На сегодняшний день мы выехали на место, где проводилась расчистка, чтобы проверить, как работает канал. Обнаружили, что была самовольно проведена пересыпка на оголовке канала. Он называется Доргинский канал, в который поступает вода на ближайшее действие, воростной водоем. Естественно, на сегодняшний момент оценить, технически ли возможно восстановить питание воды. Сейчас возникает проблема, что в основном канале уровень воды поднялся достаточно высоко. Существует реальная угроза, что если сейчас промыть, без регулирующих оголовков ток воды, может просто тогда разлиться вода не по каналу, а по своей прилегающей территории, по участкам сельхозназначения. Этот вопрос основной и волнует сейчас животноводов, потому что мы комиссионно сейчас обсуждаем. Поэтому на данной этапе мы сейчас исследуем госзадание, проектную документацию, как проводились работы и были ли отступления от установленных этих работ. Отсюда потом будет дана соответствующая оценка действий, либо бездействия у полномоченных органов. Ну и при наличии оснований будут приняты серпающие меры прокурорского реагирования. Напомним, что Аракумские и Нижнетерские водоемы обеспечиваются водой через три канала – Зенковский, Ждановский и Серожудиновский. Они берут свое начало из реки Терек в районе Гудийской протоки. На сегодняшний день имеется также проблема на ранее упомянутой локации. Так как это часть заилина, и вода поступает только в период паводка. Вода к нам поступает только в период паводка. То есть вот в этот короткий период мы должны обеспечить все водоемы водой, необходимой для ее нормальной работы и функционирования. Потому что нерестно-воростные водоемы – это единственный источник пополнения водно-биотеретических ресурсов. Без их надлежащей работы нельзя говорить вообще о развитии рыбной отрасли и о количестве и появлении рыбы в нашем море. По результатам переговоров представители надзорного ведомства с работниками глав рыбвода удалось прийти к соглашению. Мы сегодня собрались здесь, чтобы коллегиально решить вопрос по поводу, во-первых, водообеспечения наших озер, которые находятся здесь. Это Аракумский, Нижетерский, Нерестно-воростные водоемы. И при этом произвести работу таким образом, что не были бы затоплены прибрежные территории, где осуществляется сельхоздеятельность иными лицами. Поэтому в результате переговоров пришли к решению о том, что с нами будет поставлено гидротехническое сооружение на головном канале Зенковском, благодаря работе которой возможно будет регулировать уровень подачи воды и ее количество. Тем самым будет подаваться одновременно вода в канал, но и при этом обеспечит ее безопасное прохождение до наших озер. Мы сняли проблему с водоснабжением рыбхозом своих озер и тем, что на Зенковском канале сделали прорыв и началось затопление земель, хозяйств, отгонных животных. Вот эта несогласованность привела к тому, что нам пришлось экстренно собраться, найти заинтересованных людей, руководителей. И вот с помощью прокуратуры Кизелярского района и прокурора лично, спасибо им, мы благополучно этот вопрос решили. Обговоренные работы по обеспечению прохода воды и на ответвление Зенковского канала были незамедлительно выполнены, и вода в течение суток снова начала поступать в водоемы. Саид Меджидов, Нурмагомед Нурмагомедов, Новости ННТ, Кизлярский район.